Всего лишь в нескольких словах, в очень сжатом виде, апостол Павел в своем первом послании фессалоникийцам описывает воистину возрожденного человека. В двух последних стихах первой главы он упоминает о самых необходимых факторах, входящих в переживание дитяти Божьей. Слушайте, «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Тут в миниатюре мы видим историю чада Божия. Заметьте, она начинается входом Слова Божия. Апостол Павел возвестил им Слово Господне, когда впервые пришел к ним в Фессалонику, и вход Слова всегда просвещает и вразумляет душу. Это первое, что происходит с вновь родившимся человеком. Господь посылает к нему свое животворящее Слово. Дальше вход Слова Божия в сердце человека приводит его к обращению. «Вы обратились к Богу от идолов». Вы заметили, Он не сказал, вы обратились от идолов к Богу, но наоборот. Когда мы обращаемся к Богу, тогда идолы сами собой отпадают. Бог Сам избавляет нас от этих идолов. Он дает силу побороть грех. Но что следует после нашего обращения, когда чужие боги свергнуты с алтаря нашего сердца? Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Поклоняясь теперь Богу живому и истинному, мы Ему и служим. Не может человек служить двум господам, говорит Христос, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Возлюбленные братья и сестры, Бог нас спас, чтобы мы Ему служили, чтобы шли и приносили плод для царствия Его. И это, дорогие мои, приводит нас к четвертому фактору, входящему в переживание чада Божьего. Он ожидает с небес Сына Божия. Да, возрожденный человек обнаружил в себе то, что ему раньше, быть может, даже и на ум не приходила, любовь к явлению с небес Иисуса Христа. Он теперь желает и ожидает Его пришествия. Вот тут, дорогие мои, мы хорошо сделаем, если проверим каждый себя. Во-первых, имело ли Слово Божий вход в наше сердце? Привело ли оно нас к поконянию? Оставили ли мы своих идолов и служим ли мы теперь Богу живому и истинному? И, наконец, ожидаем ли мы с небес нашего Спасителя и Искупителя? Если мы можем ответить честным, искренним и откровенным «да» на все эти вопросы, тогда мы воистину дети Божьи. Но если хотя бы одного из этих четырех факторов у нас недостает, тогда мы должны себя проверить, стоим ли мы в вере или нет. О, возлюбленные, как важно измерять себя нечеловеческим мерилом и не сравнивать себя с другими, но как соответствует наш опыт со Словом Божиим, как мы измеряемся мерилом Священного Писания, вот что важно. Но прошу отметить, что текст наш говорит дальше. Фактически, главного мы в нем еще не коснулись. Оно находится в 10 стихе. Тут мы найдем центральное учение всей Библии. И если этого нет в нашей проповеди, если оно не является главным фактором нашей жизни, то вера наша тщетна. Можно сказать, что мы еще во грехах наших. Еще раз послушаем этот 10 стих. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Возлюбленные, если бы говорить подробно о том, что тут сказано, то, как выразился апостол Ян в заключении своего Евангелия, то самому миру не вместить бы написанных книг о нем. Здесь мы имеем величайшую, самую главную, центральную тему всей Библии. О чем говорит Библия от самого ее начала и до последнего слова? Дорогие мои, тема Священного Писания одна. Оно говорит только об одном, об одной личности, об Иисусе Христе. Поэтому центральной темой нашей проповеди должен быть Господь Иисус Христос. Как бы красноречиво, или увлекательно, или захватывающе, и чувствительно не было бы наша проповедь, если Иисус Христос не является главным ее предметом, то лучше, если эта проповедь была бы не сказана. Она в таком случае не больше мыльного пузыря. Братья и дорогие, я к вам обращаюсь. К вам, которым Бог поручил слово примирения, проверьте каждую вашу проповедь. Прославляется ли в ней Иисус Христос? Является ли он ее сердцевиной? Пусть образцом и примером в каждом нашем свидетельстве проповеди и слове будет апостол Павел. Он мог сказать, мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. И у него никогда не изменялась эта центральная тема, проповедовал ли он иудеям или елином, мудрецам или невеждам. И вот, вникая в слова 10 стиха, мы убедимся, сколько в нем сказано об этой чудной личности Иисусе Христе. Тут мы обнаружим, кем он является, что он для нас делал, что он теперь делает и целый ряд других истин. В течение этих нескольких минут мы можем коснуться двух или трех аспектов личности и дела, совершенного Иисусом Христом. Первое, что говорит нам этот стих о Христе, это о Его божественном происхождении. Тут сказано, ожидать с небес Сына Его. Сына кого? Сына Божия. Но вы скажете, разве мы не все сыны Божии? В одном смысле, действительно, все те, которые родились выше, они сыны Божии. Бог нас сроднил с Собою через смерть Иисуса Христа. И те, которые приняли Его как своего личного спасителя, они сделали с Его детьми, ибо тем, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть чадами или сынами Божиими, говорит Слово Божие. Но так ли нам понимать сыновье отношение Иисуса Христа к Богу, Отцу? Нет, возлюбленные, Иисус Христос является единородным Сыном Божиим. Он был вначале у Бога, и Он был Богом, говорит апостол Иоанн. Иисус Христос, Он есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, все им и для Него создано. Да, Он есть сияние славы и образ ипостаси Бога. Притом, Он не является сыном и в том смысле, в котором являются служебные духи, то есть ангелы. Ибо кому, когда из ангелов сказал Бог, Ты сын мой, Я ныне родил Тебя, и еще, Я буду Ему отцом, и Он будет мне сыном. Нет, ну наоборот, Бог велит ангелам поклоняться Ему. Слушайте, когда вводит первородного, то есть сына своего, во вселенную, то говорит Бог, и да поклонятся Ему все ангелы Божьи. Дальше мы читаем в этой первой же главе послание к евреям об ангелах сказано, Ты творишь ангелами своими духов и служителями своими пламенеющий огонь, а о сыне престол Твой Боже во век века, жезл царствия Твоего, жезл правоты. Дальше помазал Тебя Боже, Бог Твой елеем радости, боли соучастников Твоих. Да, возлюбленный, воистину, Он есть Бог. Имя Ему Эммануил, что значит с нами Бог. Но вы заметили, что наш текст говорит нам не только, что Христос есть Бог, но что Он в то же время и человек, Он Бога-человек. Говоря о Христе как о Сыне Божьем, которого мы ожидаем с небес, Павел в то же время говорит о Нем, называя Его Иисусом, как умершего и воскресшего из мертвых. Только будучи человеком, мог Он умереть. Богу смерть чужда, потому Он обязан был взять на Себя образ человека, чтобы вкусить смерть. Он, говорит апостол Павел, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. «Смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Это, возлюбленный, приводит нас к следующей истине, которую мы находим в нашем тексте, а именно, значение Его смерти. Для чего умер Христос? Зачем нужно было Ему идти на такое уничижение, страдание и, наконец, смерть, и при том смерть необыкновенная, а смерть преступника? Потому, мои дорогие, чтобы занять Твое и Мое место, принять на Себя назначенное нам наказание за грех. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. О, чудное! Совершил для нас наш дорогой Господь слава и благодарение Ему! Но как, спросите вы, может человек быть уверен, что Христос Сын Божий? И что смертью Своею Он совершил полное искупление для нас? Есть ли достоверенные доказательства того, что смерть Христа совершила полностью наше избавление? Слушайте, мы возвращаемся к нашему тексту. Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вы заметили? Удостоверением, что спасение наше действительно, что Он нас не только избавил от вины греха, но избавляет сейчас от Его власти и избавит от грядущего гнева, является фактом, что Бог воскресил его из мертвых. Да, дорогие мои, если Христос не воскрес, проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Мы еще во грехах наших. В таком случае Голгофский крест ничто иное, как трагический конец неудачной миссии самоназначенного избавителя. Но благодарение Богу Он воскресил Сына Своего, Иисуса Христа из мертвых, и тем самым положил Свою печать одобрения на Сына Своего и на то, что Он совершил на Голгофском кресте. Почему воскресение Христа является креугольным камнем нашего спасения? Видите, воскресением Иисуса Христа из мертвых Бог безоговорочно одобрил, во-первых, саму личность Иисуса Христа, затем все то, что Он когда-либо сказал или сделал. Но Павел приводит еще одну важную истину, неразлучимую со совершенным Иисусом Христом делом спасения, именно Его вознесение. Вы заметили, он сказал, что мы ожидаем Иисуса с небес. Значит, Иисус Христос сейчас на небе. Откуда мы Его ожидаем? Что произошло с Иисусом Христом после Его воскресения? Он был вознесен. Вы обратили когда-нибудь внимание на значение вознесения Иисуса Христа? Следовало бы почаще упоминать об этой истине. Если мы признаем смерть Спасителя и Его воскресение, а вознесение отрицаем, тогда мы подрываем грунт, на котором стоит Церковь Христова. То есть, мы подрываем основу нашего спасения. Видите, без вознесения Иисуса Христа невозможно было сошествия Духа Святого. Дух Святой тогда не пребывал бы с нами и в нас. И разумеется, что невозможно было бы и наше возрождение. Вот почему точно так же, как необходимо было Иисусу Христу умереть на Голгофском кресте для нашего искупления и воскреснуть ради нашего оправдания, то так же необходимо было Его вознесение, чтобы было возможно наше возрождение. Иисус должен был принять дар Духа Святого от Отца и не спасать Его искупленным детям, оставшимся здесь на земле. В день Пятидесятницы Петр сказал, «Итак Он, быв вознесен Десницей Божией и приняв от Бога обетование Святого Духа, и злил то, что вы ныне видите и слышите. Это возлюбленный не могло бы произойти, если Христос не был бы вознесен». Но вознесение говорит так же, что «Мой Спаситель всегда жив», чтобы ходатайствовать за своих, как сказано, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье». «Какая отрада, возлюбленный, что мы имеем верного защитника, этого чудного небесного адвоката, который ходатайствует за нас, отвечает на всякие обвинения, выдвигаемые клеветником дьяволом на братьев. О, слава и благодарение Ему, что Он сегодня на небе, одеснуя Отца, как наш защитник и наш ходатай!» «Мой друг, знаешь ли ты этого дивного Спасителя? Я не спрашиваю, знаешь ли ты о Нем, но знаешь ли ты Его? Принял ли ты Его как своего личного Спасителя? Мой друг, Он сегодня готов тебя спасти, и потому ты можешь, как говорит Слово Божие, приступить с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи, славы и благодарения Ему. Немедленно, приди сейчас, и ты обретешь милость и благодать, и Сын Божий, Спаситель Твой, избавит тебя от грядущего гнева. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok